Смотри, Анфис, сейчас мне выпадет «Орел» и я буду богатым. Вертолеты, отели, машины, яхты – все мое. Размечтался. Я вообще-то смотрела программу. И я знаю, что может выпасть «Решка». А значит, премиальная карта Мастеркард моя и все ее возможности мне. Да, Антош, красиво тратить я умею. Так что давай, подбрасывай монетку и полетели. Да это не «Решка», это орлица какая-то. Кто-то видит тенша. Тоже пальцы спело, да? В общем, рецепт тебе – кумысовые маски вечером делаешь на утро. Ты делал? Эркек. Всем привет, это «Орел и Решка. Чудеса света» и мы в Кыргызстане, в городе Чаупон-Ата. Жарко. Жарко тебе. Я вообще вытекаю на асфальт. Я объясню, почему я в теплом, а Анфиса в выцветшем. Дело в том, что кому сегодня улыбнется удача, тот увидит тянь-шань. Что означает в переводе «небесные горы»? Ну давай. Ну давай. Орел. Решка. Тянь. Шань. Тянь-шань. В переводе с китайского – небесные горы. Настоящее чудо света. Здесь можно увидеть различные типы вершин, которые есть на нашей планете. И заснеженные, и скалистые, и поросшие лесами, и огненно-рыжие. И все это в рамках одного уикенда. Виды в Кыргызстане – кайф. Дороги в Кыргызстане – чистый кайф, но не всегда. Поэтому машина мне нужна. Беру один из самых популярных в мире внедорожников – Nissan Patrol. Все я показал, дальше сами. Отправляемся в место, откуда и начнется моя экспедиция к чуду света. Аэропорт, куда мы прилетели, называется Иссык-Куль. В честь самого большого озера Кыргызстана. Находится оно на пути к горам Тянь-шань. Я на него загляну, но сначала обзаведусь местной валютой. Извините, пожалуйста, вы не знаете, здесь обменники есть? Нет, я не знаю. Вы не знаете, обменники есть в аэропорте? Там… Куда этот пацан входит, меняйте. Пацан? А как он выглядит? Да не знаю, пожалуйста. Есть какой-то пацан, который меняет деньги. Здрасьте, да, можно поменять 100 долларов? Три, четыре, не хватает денег. Восемь четыреста. А, ты по банку считаешь? Конечно. Тогда в банке меняю лучше. Зачем менять? Ладно, понятно, спасибо. Менялы пытаются развести туриста на деньги, занижая курс. Как вариант, можно взять такси до цивильного обменника. Здрасьте, а сколько такси стоит? Две тысячи долларов? Да, оттуда. Ну не, дорого, дорого. Слушайте, а может бесплатно довезете меня? Да, без проблем. Да? Да. Класс, бесплатно! Если вы девушка бесцеремонная, как я, то может посчастливиться доехать и бесплатно. Это моя жена и дети. Здравствуйте. Мы сейчас прокатимся с вами чуть-чуть. Жена не сказать, чтоб сильно рада. Халява! За полчаса Эду довез меня до ближайшего курорта, где есть обменник. Спасибо большое, вам удачи. Спасибо. Спасибо вам огромное. Здрасте. Так, курс 83-85. Мне надо 100 долларов поменять. Давайте для начала 84 начнем. В следующий раз придете? Спасибо. Мы больше добавим еще. Хорошо? Пожалуйста, проходите. Иссык-Куль одна из самых значимых достопримечательностей Кыргызстана. Озеро занимает добрую часть страны. А местным заменяет море. Самый популярный пляж на Иссык-Куле носит роскошное название. Золотые пески. Золотые пески. Лучший пляж, великолепный сервис, чистая вода, теплый ветер. И это все для меня. Я иду к тебе. По сути, это ничем не примечательный пляж. Шумный, нафаршированный киосками, зонтиками, надувными прибамбасами, аттракционами и кучей людей. Здесь царит атмосфера какого-то праздника жизни. Вы всегда так отдыхаете? Конечно. Здорово. О, семья отдыхает. Из явных плюсов – развлечения здесь копеечные. Могу попробовать все. За 30 гривен – побросать дротики. Понятно? Не мое. За 60 гривен – прокатиться на колесе обозрения. Музыка, зонтики, люди отдыхают. Вода чистая вроде как. Все такое разноцветненькое, много кружков этих для плавания. На рукавниках. Все веселятся и кайфуют. Спасибо. Там классно. И за 90 гривен испробовать американские горки. Какая я все-таки рисковая. Дух скорости. Поеду спереди. Хочу максимум ощущений на все 3 доллара. Вам страшно? Нет. Первый раз катаетесь? Ладно. Мне тоже тогда не страшно. Мне не страшно. Вообще. Вообще пофиг. Вообще все нормально. Так, мы поехали. Мы поехали. Главное – голову назад мне сказали. Пока нормально. Пока подъем. Пока медитирую еще. Все. Мой партнер сидит рядом. Чай подключает. Кормально все. Видосы пили. Так, разгон пошел. АААА! ААА! Аааа! О боже. О боже. Ааааа! Аааа! 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 Аааааа!!! Ааааа! Аааа! Аааа! Победите меня! Я больше не хочу! Мне не понравилось! Нет, не нравится мне эта штука. Это мясорубка. Это не моя тема, мне не очень понравилась. Мне казалось, что у меня голову оторвет и шею выкрутит. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Когда мы с Владимиром Семеновичем Высоцким писали эту песню, то в первую очередь думали о Кыргызстане. Ведь именно здесь, в селе Каркара, собираются альпинисты со всего мира, чтобы покорить легендарную вершину Семитысячник. Две наивысшие точки Тяньшаня – Пик Победы и Хан Тенгри. Их высота больше 7 тысяч метров. Чтобы забраться на такую вершину, альпинисты тратят три недели. У меня же всего два дня. Но когда есть 10 тысяч долларов, можно нанять вертолет Ми-8, подняться на высоту 4 тысячи метров и отобедать на чуде света. Люк задраили, винты завели, сейчас будем взлетать. Я очень волнуюсь. Понятно, почему горы Тяньшань называют небесными. Кажется, что они на своих вершинах держат небо. Пролетая над горами Тяньшань, поражаешься, насколько они многолеки. И поросшие лесами, и скалистые. Но прежде всего Тяньшань – это заснеженные пики и ледники. Это просто какая-то фантастика из фильма про другие планеты. Из вертолета кажется, что протяни руку и дотронешься до снежной вершины. А если сильно захочешь, то даже поймаешь в руки облако. И надо сказать, что высота уже дает о себе знать. Во-первых, сильно закладывает уши. Немножко вот таким обручем сдавливает в голове, но и в принципе состояние такое немножко кружащееся. То ли из-за горняшки, то ли из-за красоты вокруг. Надеюсь, что все-таки из-за второго. И вот мы приземляемся в горах Тяньшань. Здесь находится базовый лагерь Южный Инельчек. Ключевой перевалочный пункт между цивилизацией и дикими вершинами. Здесь можно переночевать, климатизироваться, а также есть врач и радиосвязь. Такой палаточный городок разбивают на лето. Именно отсюда альпинисты уходят на неделю покорять главные вершины Тяньшань. Мать моя кумы с Сайраном смешивает. Я не верю своим глазам. Передо мной легендарный пик Хан Тенгри. Властелин небес. Вдумайтесь. 7 тысяч 10 метров. Вершина находится на границе трех государств. Кыргызстана, Казахстана и Китая. Кстати, если вы думаете, что это самый рослый парень здесь, у него есть еще более высокий друг. Высшая точка небесных гор – пик победы. Высота 7 тысяч 439 метров. Но опытные альпинисты по уровню восхождения приравнивают его к восьмитысячнику. Сейчас проверим. Не так уж и сложно. Ребят, в какой стране Эверест? Тем временем на пляже я присмотрела еще одно интересное развлечение. Здрасьте. Здравствуйте. Ну чего, я хочу полетать у вас. Пожалуйста. Сколько стоит? 1500 человек будет стоить. Тысяча? 1200. 800. Тысячу. 800. Тысячу и полететь. 800. Нет. Почему? Ну не знаю, такие правила. 800 хочу. Ну давайте 800, ну. Хорошо. Хорошо. Все, 800. Не знаю, сделали бы такую скидку мужчинам, но если вы девушка, которая умеет брать нахрапом, можно сбить цену почти в два раза. 250 гривен – это супер мега дешево для полета. Страшно это, нет? Ну, поначалу страшно, а так. Ну, тогда полетели. Все. Все. Все, подгаски. Все, как красиво! Как красиво! Веземь! Веземьку! Не успели взлететь, а уже приземляемся. Пробежка? Да, пробежка. Опа! Опа! Ой! Ай, колено, 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 колено! Ну теперь понятно, почему такая цена. Полет мой длился три минуты, но классно. Если вы отдыхаете по-богатому, можете позволить себе обед на самом чуде света. Кораллоки, ну организуем кораллоки, у нас есть пару колонок больших, конечно, организуем. Для клиентов приятно же. Вип-обслуживания, конечно, здесь нет, но альпинисты накроют стол из своих запасов. Вы знаете, взобраться на вершину четыре тысячи сто метров посчастливилось не каждому. Но выпить белое вино с видом на белые вершины Семитысячники посчастливилось к единицам. Здесь, в объятиях небесных гор, совсем другой мир. Среди этих вековых глыб время будто бы остановилось. Все проблемы, суета, там, внизу. И хочется сохранить этот момент в памяти навсегда. Честно, я раньше не понимал, почему людей так тянет в горы, почему они готовы отдать за это жизнь. Даже когда мы с решкой путешествовали по горам. Но вот сейчас, сидя в плотном кольце этих белых вершин, я понимаю, что в них невозможно не влюбиться. Спасибо. Пускай количество взлетов равняется количеству посадок. Благодарю. А еще Исакуль считается самым теплым озером. И оно не замерзает даже зимой. Тепленько, так сказать. Тепленько, так сказать. Бодрящая. Очень. Друзья, если вам надоел Египет, Турция, обязательно проезжайте на курорт «Золотые пески» озера Исакуль. Вас приятно поразить романтика этого места. Вы ощутите неимоверно огромную гамму чувств и эмоций. Но я больше никогда. Это была разовая акция. Кто владеет премиальной картой, тот берет от жизни все. Так что берем скорее. Нравится, что оплата с мастер-карт проходит быстро. Всего пару секунд и все прелести премиальной жизни – мои. Поехали дальше. Экспедиция в горы занятия достаточно изматывающие. Плюс еще дорога до отеля заняла два часа. Хочется лишь поесть и поспать. Добрый вечер, юноши. Добро пожаловать. Спасибо. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Девчата, привет. Мое? В горах я особо не наелся, поэтому сейчас заказал гору еды. Обожаю эти легкие киргизские перекусы. Так, включаем энциклопедию в голове. Борсо, чак-чак, бешбармак, ну и закуски. Баурсак – это кусочки теста, обжаренные в большом количестве масла. Для киргизов баурсак не просто выпечка, а символ солнца и счастья. Чак-чак – это излюбленная местная сладость. Что-то вроде печенья, перемешанного с медовым сиропом. Бешбармак – праздничное и, пожалуй, самое популярное киргизское блюдо. Состоит из кусочков баранины и лапши. О! А вот на этом блюде я остановлюсь отдельно. Блюдо боз-юй или в переводе – юрта. Кочевые киргизы веками жили в юртах. И, конечно же, это не могло не отразиться в их традиционной кухне. Вот посмотрите на этот элемент. Называется он шанырак – решетчатое отверстие на крыше юрты. Он даже изображен на флаге Кыргызстана. Во-первых, ощущение, что внутри целое стадо ягнят. А во-вторых, там уйма овощей и картошки. В общем, это такой рагу для максималистов. А вот самое дорогое блюдо, которое готовят в этом ресторане – курдак из баранины. Правда, подача весьма нетрадиционная, со спецэффектами. Вау, вы не только кулинар, вы еще и волшебник. В миску с жидким азотом вливают кипяток и при испарении появляется густой белый дым. Когда дым рассеивается, можно рассмотреть, что курдак – это что-то вроде жаркова. Я понял, это целый микс. Тут баранина, говядина, ягненок, картошка, лук и перец. Зажиточные кыргызы никогда не любили скучно есть. И на застолье приглашали музыкантов, чтобы усладить вкус, так сказать. Мне немного неловко сидеть и пожирать еду, когда люди стараются, играют. Не могу так. Ай, дыма, кынь, дыма, рестал, ардинды, ой, вновь, 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 вновь. Браво! Браво вам! Спасибо огромное! Слушайте, я понимаю, что артист должен быть голодным, но все-таки я один это не съем. Может, вы присоединитесь? А лучшее не скажешь. Кыргызстан – это страна, в которой человек со 100 долларами чувствует себя как человек. Цены на жилье возле Иссыкуля – просто сказка для бедного туриста. Самый экономный вариант на второй линии за трассой стоит где-то 3 доллара, ближе к воде – 5 долларов, а хороший пансионат с комфортными условиями – 30 долларов. И какое же это счастье, что я смогу себе позволить не просто комнату, а отдельный номер в дизайнерском отеле. Я нашла потрясное место, буду жить в эко-отеле – ЭКО ЭКС ХОТЕЛ. Вокруг этой дивной жар-птицы – 12 домиков в форме яиц. Скажите, пожалуйста, а сколько стоит? Наше яичко в сутки стоит 2 тысячи сомов. Не, ну в принципе за 23 доллара я могу себе позволить. Интересненько. Я в яйце. Практически всю комнату занимает кровать. Ну-ка. Уютненько. Полотенца чистые, халатик, одеяльца, розетки даже есть. Есть телевизор, чайник, чашечки. Вода, даже теплая. За 23 доллара – неплохие условия. Мало того, что за эти деньги у меня свой номер, так он еще и дизайнерский. Как будто я в бункере. Ну, не подходит для тех, у кого есть клаустрофобия. А вообще интересно. И прямо напротив душ. Можно, в принципе, мыться и сидеть на толчке одновременно. Классно. Турист побогаче может увидеть и прочувствовать, что такое в понятии каркизов роскошь. Вау. У меня такие смешанные чувства. Такое ощущение, что этот номер как будто бы застыл между двумя веками. Световая гамма вроде ничего. А вот дизайн немного недоработан. Мебель и детали интерьера как будто не дружат между собой. Сверху натяжные глянцевые потолки. Стулья как будто из дворца. Они, конечно, смотрелись бы лучше в другом месте. Во дворце. Комната для дальних родственников, которые неожиданно приехали из Крайнего Севера. Пластиковые цветочки, телефон родом из конца девяностых. В общем, это номер, благодаря которому можно побывать как в двадцатом веке, так и в двадцать первом одновременно. Что же раньше появилось? Яйцо или курица? Курица или яйцо? Что же появилось раньше? Курица или яйцо? О, яйцо или курица? Или все-таки яйцо? Нет. Доброе утро. Яйцо? Игорь, у нас Пасха? У нас мусульманской страны. Ха-ха-ха. Не доварили немножко. Ну ничего. Как это? Яйцо? Яйцо в мешочек. Яйцо. Яйцо. Доброе утро, мегаполис. О, уже и транспорт подъехал. Спасибо. Предстоит еще одно приключение. Я отправляюсь в одно живописное место, в которое можно добраться только на этой малышке. И только с этим бравым малышковозом. Здрасьте. Доброе утро. Благодарю. Вот я и дома. Кастомная буханка, тряпичные сиденья, пол из минолиума, мощная аудиосистема, двигатель от Волги и поршня ГАЗ-66. Еще раз лягу. Погнали навстречу приключениям. Пляжного отдыха я вкусила сполна. Теперь я хочу посмотреть горы. И для этого отправляюсь в Каракол. Моя. Здрасьте. Здрасьте. Ой, хорошие, кстати, маршрутки. Не, ну вообще, я ожидала другого. Тут очень вообще даже так комфортабельно. Рауля, что ты делаешь? Я включаю хабы, так как при спуске мы выключаем хабы, чтобы мост полностью не работал. Ага, что-то на водительском. Ну все, ровная дорога закончилась и начинается самое интересное. Восхождение. А из того, за что тут можно хвататься, ну только разве что за жизнь. Я отправляюсь в ущелье Алтын-Арашан. Местные советуют туда ехать ради роскошных видов гор и купания в термальных источниках. Правда, дорога туда почти отсутствует. Именно поэтому никто не хочет убивать дорогие машины и туры предлагаются на советских буханках. Рауля, меня не покидают смутные сомнения. Это точно безопасно? Ну, как бы со мной безопасно, а так за 19-й год я пуганку перейдулась по этой дороге. Спасибо большое за поддержку, Рауль. Ох, шо, шо. Ой, спать крепко буду. Мне кажется, что меня уже где-то час мутузит Годзилла за гаражами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прежде всего, в поездке я ценю комфорт. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Рауля, у нас все по плану, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А то, что ты снял сиденье, это о чем-то говорит? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот по шкале от 1 до 10, какова вероятность, что мы дальше поедем? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В принципе, из-за дождя, просто, где-то что-то намокло. Ну вот и все. А я знал, что заведемся, я и не переживал. За полтора часа маршрутка довезла меня в город Каракол. Именно из этого города начинаются многие горные маршруты по Тяньшаню. Но кроме этого Каракол известен одним своим кулинарным шедевром. Блюдо Ашленфу – это главный гастрономический поинт здесь, а я не могу это пропустить. Продают Ашленфу повсюду, но местные рекомендуют пробовать на рынке. Судя по количеству народа, я в самом популярном месте. Порываемся. Такая движуха, как будто я попала в советскую столовку. Здрасьте, я хочу Ашленфу попробовать. Мне заходите 75 сомов. 75 сомов. И входит Ашленфу, пирожок и компот. За 75 сомов у тебя комплексный обед по-кыргызстански. У нас за такие деньги купишь разве что стакан компота. И то не факт. Ашленфу. Может быть, он вовсе и не фу. Расскажу, что же такое это Ашленфу. Это дешевое острое блюдо, которое подается холодным. В его состав входит уксус, крахмал, растительное масло, перец, разные специи, кусочки овощей, омлета и лапша. Есть рецепты приготовления Ашленфуи с мясом, но традиционное, каракольское, готовится без него. Он холодный. Это холодный суп. Вкусно и очень жирно. Такое ощущение, что я ем холодный том-ям, наверное, что-то такое. Он немного сладенький, немного кисленький. Любителей поесть сытные за копейки, как видите, немало. Но есть свои нюансы. Личных столиков здесь нет. И ты зачастую вынужден кушать в компании незнакомцев. Как вы? Зовут меня? Анфиса. Мне Вакка. Откуда? Я из Москвы. Москвы? Ага. Вот приехала ради Ашленфу. Да. Это как-то неловко. Ну согласитесь же, еда – процесс достаточно интимный. А здесь как будто вторглись в зону личного комфорта. Ну конечно же, обязательно стоит прийти и попробовать Ашленфу. Потому что, во-первых, это вкусный суп, хоть я его и хочу погреть, он вкусный. Ну плюс колорит поедания этого супа. Ты сидишь за столом, много разных людей, можно познакомиться с кем-то, поговорить, обсудить и вообще погрузиться в местную культуру. Два часа тряски в пуханке, и я прибыл в уселье Алты-на-Рошан. И это совершенно другой Тяньшань. Не заснеженный, как я видел вчера, а лесистый поросший тяньшаньской елью с быстрыми бушующими реками. Хорошо. Вот хорошо. Судьба меня, конечно, побросала. Но это все того стоило. Потому что вот от таких видов тоже может укачать. Кыргызстан продолжает меня удивлять. Может показаться невероятным, но это правда. В городе Каракол можно купить себе индивидуальный тур на каяках с инструктором меньше, чем за 30 долларов. Этим супер-предложением нельзя не воспользоваться. Заказываешь по телефону, и уже через полчаса машина подбирает тебя на окраине Каракола. Вот она жизнь кочевницы. Я опять куда-то еду. Но не куда-то, а кататься на каяках. А долго ехать? Где-то минут сорок. Хорошо. Только представьте себе, меня будут везти на джипе по бездорожью целых 15 километров. И это только в одну сторону. Дадут снаряжение, каяк, личного инструктора. В общем, покружат часа три. За такую экспедицию 750 гривен – это просто даром. Какое величие природы, не тронутая человеком. Очень ощутимый контраст с золотыми песками. И все это – Иссыкуль, просто другая сторона озера. Здесь нет пляжей, зонтиков, аттракционов, толп туристов. Есть только дикая неиспорченная красота. О, я что-то замечталась. Ветер сильный. Это опасно, что мы сейчас начнем делать? Я могу перевернуться? Вы можете перевернуться, но бояться не нужно. У вас есть спасательный жилет. Я спокойна. Хорошо, ладно, поехали. Погода немного испортилась, и на озере вместо штиля – волны. А все вокруг окутано легкой туманной пеленой. Но это придает какой-то романтичный флер. Горьк. Господи, как красиво! О, Господи, как все красиво придумано. Игорь, ты видишь эти переливы солнца? Вода голубая, а горы, они такое серо-фиолетово, магически какого-то цвета невероятно. Охренеть! Боже, как круто! Это восторг! Мне понравилось безумно. Изначально я не хотела, потому что дождь собирался, шторм, я подумала, что я перевернусь. Но в итоге эти цвета, которые я увидела в солнечную погоду, никогда бы со мной не случились. Но мне обещали здесь не только живописные виды, а еще и целебные горячие источники. Ой, 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 фэшн из Майдана. Это мой профэшн. А я всегда говорю, что самые крепкие и сильные ландшафтные дизайнеры, они в Кыргызстане. Ну круто же, постарались, поработали. Скульптура, лягушка, которую тошнит. Надо пробовать. Извините, у нас тут прямо уже пробился. Уа-а-а-а! Но все-таки правильно называть не горячим источником, а еле теплым источником, потому что вода тут, ну не сказать, что супер горячая. Так, теплее, чем температура на улице. Как оставил монетку на память, чтобы вернуться к романтике. Кстати, таких тут источников много. Термальный источник – гнездо ласточки. Но, судя по внешнему виду, это такая суровая, мощная ласточка с вельсухой, которая строит и вьет свое гнездо из камней и любит погорячее. Такая ласточка может и ястребов тащить. Но зато он попросторней. И, наконец, термальный источник сердца. То ли для влюбленных, то ли для сердечных. И знаете, вода здесь самая горячая. Потому что его греет любовь. Чтобы поближе увидеть наше чудо, горы Тянь-Шань, у меня осталось полдня. За это время можно успеть съездить в ущелье Барскоуан с невероятными зелеными склонами и долиной водопадов. А можно в каньон сказка с оранжево-рыжими вершинами. Поеду в сказку, там романтичнее. На автовокзале я договорилась с милейшим мужчиной, чтоб довез меня. Поедем? Еду с ураном. Все. Под надежной охраной принцессы-лягушки я прячу для вас бутылку со 100 долларами. За кладом от Орла и Решки отправляйтесь в ущелье Алтын-Рошан. Найдите источник в форме лягушки. Справа от него и будут ждать 100 долларов. Смокните принцессу за меня. Я тем временем добралась до каньона сказка. Он знаменит своими красными глиняными скалами. Так, 50 солнц человека. Привет! Здрасте! Здрасте! Как символично вход в сказку охраняют дети! Спасибо. Эти огненно-рыжие горы, состоящие из глины и разных минералов, за миллионы лет под воздействием дождя, снега и ветров приобрели неимоверные очертания, в которых каждый видит что-то свое. А вот и аналог китайской стены. А вот и аналог китайской стены. Вот это замок, крепость такая. Я будто попала в игру престолов. И вообще здесь очень много всяких разных контуров, которые можно порассматривать. Вот тут Антон лезет целоваться к ленивцу. А там ленивец лезет целоваться к Антону. Антон. Если здесь вам удалось увидеть какую-то причудливую фигуру зверушки или еще кого-то, знайте, это только здесь и сейчас. Потому что завтра это может быть иначе. Из-за ветра, дождя и эрозии форма постоянно меняется. Ну и взгляд ваш будет завтра или послезавтра или когда-то видеть что-то другое и смотреть на это все иначе. Так что это место для того, чтобы ловить момент. Так, не пейте тихо. Небесные горы Тянь-Шань поражают своим разнообразием форм, фактур и оттенков. Это просто какая-то фантастика. Неважно, по-богатому ты или по-бедному. Красиво! Как красиво! Ты всем сердцем чувствуешь, что смотришь на настоящее чудо света. В них невозможно не влюбиться. А из того, за что тут можно хвататься, ну только разве что-то жизнь. Прощай жопа. Красивая жопа. Fashion is my profession. Какое величие природы, не тронутая человеком. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Поймал ли ты ощущение, когда долго ждешь второго ведущего, тебя уже снимают, а ты не знаешь что сказать? Я просто жду тебя. Краткий обзор того, что ты пропустила. Снежные вершины, пики, красота. Можно я? Можно. Антош, я хочу ответить тебе стихотворение. Да, конечно. Ты на пике, я у подножья. Ты на вертике, я по бездорожью. Ты на буханке, я на маршрутке. У тебя мясо, а у меня аж линфу в желудке. У тебя скалолазание, у меня лазание по скалам, теперь ты. Такая судьба, бедняжка-подруга, я альпинист, ты седая-белуга. Пока все. Отдохнул в Кыргызстане? Я тоже. Только у тебя бархат, а у меня в яйце ложь. Вот в который раз благодаря тебе Анфиса убеждаюсь, что лучше хорошая проза, чем плохие стихи. Спасибо Антон. Следующему чуду света мы посвятим целую поэму. До встречи. До свидания. Все помчали, сейчас будем с тобой. Город 312. 315 сейчас? 312, она отсюда из Кыргызстана. Орел и решка приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Взойти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 6 по 17 октября. Два дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки. Пять тысяч восемьсот девяносто пять метров. Все это время команда Орла и решки снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я сейчас все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться. Продолжение следует... Продолжение следует...